Божественная литургия Божественная литургия Но среди этих ярмарки аккорда человеческих судеб Христос услышал, как вдалеке стоили десяток людей Которые кричали издалека Иисус, наставник, помилуй нас Это были прокаженные То есть люди, которые гнили Которые проследили зловоние, кров Это легко было заразиться Заразная болезнь Это была тема из страшных человеческих кошмаров И, конечно, они были лишены вот этой радости полноты человеческой жизни Не имея ни семьи, ни детей Вот этой вот той жизни, которой мы все с вами радуемся И когда они подходили к здоровым людям Люди бросали в них камни и сбивали Чтобы не заразиться Отгоняли их Вот поэтому через весь народ они кричали Иисус, наставник, помилуй нас Вот этот крик души Христос услышал И вот так стало жалко их И когда он говорит Идите и покажитесь от священника То есть, когда человек исцелялся от такой болезни страшной По закону Моисея Надо было показаться священнику И он констатирует Здоров ты или нет? Если ты здоров Ты идешь жить в человеческом обществе Весь семью, детей Разную жизнь, в которой мы все с вами живем И они пошли Но по дороге они увидели, что они исцелились И, конечно, от радости Окунулись в эту человеческую жизнь И только один человек из десяти И тот самарянин А между иудеями и самарянами Была страшная война Они их презирали Они говорили, что иудеям надо болеться Только в русалинском храме Вот там есть Бог А самарянин говорит Нет, там где колойся Ах Вот там вот Там был Христос И вдруг этот самарянин приходит И подарит Бога И падает к нему ноги на колени И тогда Христос И тогда Христос говорит страшные слова Слова, которые проходят через всю нашу человеческую историю И этой жизни Не десять ли исцелил, где же девять Вот такой процент неблагодарности Потому что они решили, что вроде так должно и быть Это апостол Павел В первом послании к христосам пишет За все благодарите Бога То есть Не только о здоровье Но и за трудности За испытания За искушения Соблазны За те Тот ужас жизни В которой мы живем Жизнь страшная и непростая Эта жизнь Но да уметь Из-за этого уметь быть благодарным Богу Мне потрясла псалма Она недавно появилась Слава Богу за все Появятся потрясающие слова Кстати, действительно Златоуст Пройдя свой крестный путь жизни Всю свою жизнь Повторяя слова И вот умирая Он сказал слова Слава Богу за все Вот все, что в этой жизни было За все Господь, я тебя благодарю За все благодарить Это значит Вот все, что мы в жизни испытываем Надо иметь благодарить Почему? Потому что святые отцы отвечают Что Бог ведет Человеческую душу Не как вам хорошо А вот как спасительно Обратите внимание У каждого своя судьба Своя дорога Свой путь У матери пять детей И все разные Жизнь по-разному складывается Вот каждого Бог ведет Центральная служба и литургия Которой мы сегодня служили Это святая Евхаристия То есть когда мы Хлеб и вино Пронзая их Пронзая их своими слезами Переживанием Молитвой Своей крестной Непростой Жизни своей Пронзая их И в ответ на это Пронзая их крестная Все в таре падают В храме Спасибо И вот это потрясающее русское слово Слово которое мы все употребляем Оно стоит из двух слов Спаси Богу Но в течение времени Выпало местоимение Стиралось тебя То есть вас Спаси тебя Богу Спаси вас Богу И даже Атеисты Которые в мое время Уничтожили Тотально физически Стирали с земли Церковь Они при этом Говорили спасибо Сами того не сознавая Им дарили Бога Вы знаете В нашей человеческой жизни Пере столько веков прошло А ничего не изменилось Вот такой процент неблагодарности Мы все все имеем Вроде так и надо Вроде храм построился Вот он взял и вырос Ты попробуй Поднатувься Если в храме никто Агарок не может потушить Полы хоть раз кто вывал Да вроде так и надо А как пришли Отбыли Урвали Причастие убежали Мы даже не вникаем В эту суть жизни Вроде так и надо Вот когда вот эти 10 человек Шли К священнику Они исцелились физически Внешне Но только один человек Который велся ко Христу И благодарил и упал На колени пред ним Как источник исцеления Вот он получил Полное исцеление Духовное То есть они как были Духовные проказы Они так и остались И самое страшное Что это проказы внутренние Никто не замечает Никто Наверное поэтому Отец Инкранштадтский В своих посмертных дневниках Почитайте Меня поразила Одна очень глубокая мысль Вот мы на искре должны Не просто перечислять А сейчас модно Такие писать Трактаты А просить Бога Что Бог открыл нам Кто мы есть Цену нашей жизни Что мы в этом мире представляем Раньше Наша мать мучаясь Давала нам жизнь Рожая И вот Один Инкранштадтский Пишет Но это не всегда бывает А почему так И вот он отвечает В этих дневниках Посмертных Бог не дает Человеку видеть Внутрь своего души Внутрь своего Потому что От внутреннего зловония Он сошел бы с ума Внешнее все благолепие Вроде все красиво А внутри зверь Просто зверь Бесноватый Когда-то в молодости Я читал Я читал бабушке Листочки давали Вот в этом листочке Все жизнь Жизнь человек Решил Как можно Детям в глаза Своими смотреть Да вроде как Что-то вычисляют Антихриста Когда придет Когда-то нет Там какой-то Архиерей Псалил по телевизору Все толкует Какие-то печати Где будут ставить Там все прочее Да лучше Завернив свое сердце Вот где ад И где рай И Христос сказал Царство небесное Внутри вас Есть Оно уже есть Как у себя Николая Серафима Саровского Яна Кронштадтского Блаженой Ксении Сергия Радельского Нила Соловенского Антония Исейского Святые подвижники Вот оказывается как Благодарить И просить Бога Затя внутрь себя Для меня всегда Будут примером Просто потрясающий пример Преподобный Серафим Саровский Вершина русской святости К нему приходила В Сарову Весь святого человека Вся Россия А он умер на коленях В покаянии До конца Почему? Потому что Неизвестно Бог еще не сказал Своего слова Он не сказал Своего слова Мы это узнаем Когда пред ним Предстанем Вот поэтому Начало духовной жизни Начинается Не от духовников Не от прочитанных книг Не от духовных званий И положений И эмофоров Не в каком-то храме Молишься Сколько ты постишься И молишься Духовная жизнь Начинается с того И просить об этом Бога Чтобы Господь дал Совершить самое сильное Духовное поломничество Внутрь своего сердца Что ты с собой представляешь Какую ценность Знаете Как среди поработать тяжело Даже Вы знаете Вы чувствуете Что порой человек Вот ничего вам не сделал Просто рядом стоите Но такая Он Говорят Вас обворовал Да Было так тяжело Это действительно Это так Это действительно Так А человеческая жизнь Зависит Можно я вам скажу Такую вещь Это не сразу Вот с течения Вот жизни Своей опыта Вот я Отпеваю Человека Я его Ни разу не видел И никогда с ним не встречался Я тут когда-ли Записка Я читаю его имя И отпеваю И что интересно Когда начинаешь Отпевать Мне как-то с молодости Монахиня как со мной Брала на отпевание На панихиду Я всю жизнь На память Выучил это отпевание Всю жизнь И вот порой Начинаю отпевать Вы знаете Как будто вот Мешок камней Под гору Толкаю Так тяжело Так трудно Горло хватает Я сбиваюсь Пот текет Думаю Боже Господи Это что-то ужас Я говорю Скажите Что это было за человек Отец говорит Слава Богу Что он умер Говорит Столько горя Всем нес То есть люди Радуются О его смерти Думаю Господи Матерь Как же так Можно жить А пробовать Наоборот Люди Плачут Я отпеваю Вы знаете У меня в душе Пасха Такая легкость Такая радость Такая легкость И светлость Думаю Господи Скажите Что это было за человек А не батюшка Весь подъезд Хоронил Святая при жизни Думаю Надо же Даже прикасаясь К имени человека Только прикасаясь Называя его И сразу чувствуешь Его вес Его жизнь Вот поэтому О многом Говорит Сегодняшняя Евангелие И хочу Закончить Такими словами Действительно Что вот этот Пришел Исцелился Который Благодарил Бога Во всей Полноте А эти Вот прокаженные Духовно Внутренне Так и остались И понесут С собой Будут заражать Это проказы Всех остальных И действительно Да и Мы сами Живете в этом мире Больше знаете Чем я Нечистое Человек Обозвать Оскорбить Обтоптать Уничтожить Метр Жилой площади Дороже Чем человеческая Жизнь Это же ужас Разве это не ад Чего ждать Он уже есть Но от нас Зависит Господь Говорит Вы свет Вы соль Вы причастник Вы кравный апостол В чашах своего сердца Есть этим божественным Благодать Причастие Поэтому от нас Зависит Этот мир Здесь лучше Чище Добрее Чтобы люди Прикасаясь Общаясь с нами Ощущали Духовную жизнь Вот тогда Мы будем Называться Христианами Никогда Мы будем Зайти С длинными Бородами И с длинными Юбками И с опытными Духовниками А когда люди Почувствуют У нас Христа Один из Духовных Учителей Митрополита Антоний Сказал Потрясающие Глубокие слова Что христианин Тогда ты христианин Когда люди Видят в твоих глазах Сияние Вечной славы Божественной Вот как Достигай Вот как это быть И каждый раз Когда я падаю Спотыкаюсь Я человек И многое не получается Ты хочешь сказать Хорошее Не можешь Объяснить В связи Сверху И того же Владыка Антония Сурорского Кто прошел Через всю мою жизнь Было удивительно При жизни Глубоким Мудрым Молителен Святым Человеком И каждый раз Думаю Откуда он брал Такие духовные силы Вот выстоять Выдержать Ведь в его жизни Тоже были разные люди А отец Он Краштадский Это как сейчас Его почитает Почитает его жизнь Реально Как его гнали Оскорбляли Даже духовные люди Ту же Боженную Ксению Откуда она брала силы Ее поливали Помоями Кидали камнями А она за всех молилась Предсказывала будущее Объявила судьбу людей И эти сверки Люди приходят Думаю Откуда они брали силы Наверное Только в Боге То есть Надо так Духовно жить Настолько чувствовать Духовную жизнь Эти дары Божественных Все что Бог дает И те же испытания Благодарно принимать И уметь Конечно Тогда Господь будет давать Дар терпения Дар мудрости Дар молитвы Я еще раз заканчиваю слово Хочу сказать В жизни каждого человека Много трудностей Испытаний Болезни Мы хороним близких Не все благополучно с детьми Я когда смотрю Когда дети больные Особенно когда крещу Я же никому Об этом не говорю Как я могу сказать Родителям в глаза А свой ребенок Извини Больной Ну Боже, Боже Что их ждет Дай Бог им силы Твой ребенок Этот радовал И исцелился Но для этого надо У нас главный Целитель есть Конечно Есть врачи Есть лекарства Твоя молитва Но вершина является Бог Вот так обращайся Тебя Богу правит И за все Что за крест этой жизни За него тоже Надо иметь благодарить Аминь Спасибо большое Будьте Богом хранимы Нет Сегодня мужчина Прекрасный человек Ребенок чистый Абсолютно Просто здесь вот Рассказывать Быть Пояснять Это не тот момент А не тот самый Это надо бы делать дома Спокойно Делать постепенно Я когда мы с вами ходили В храм Ну и ребенком тоже же был Жара Лето В Мариуполе У Жданова Там Господи И почему-то все были Все закрыты Двери, окна были Всегда все Форточки закрыты Не знаю почему Смя текет Молодой парень Ребенок Хочется там Мама говорит Иди во двор Постой Не мешай молиться Но жди меня Я ждал Так ждал Что всю жизнь Эту посвятил В церкви Поэтому это дети Не надо Знаете От ревности духовной Не надо Красить у детей Детство Они дети Они не тронутые Они святые Они святые Их целуют Вот тогда Постепенно А от родителей Они должны учиться Мудрости Этой жизни Тогда будет Все Хорошо Я еще раз Все говорю Все кто причащался Желаю всем Крепости веры Здоровья Мудрость Дар молитвы Дар благодарения Дар терпения Все Господь Управит Но за все Что в этой жизни Мы получаем За это тоже Слава Богу Спасибо большое Спасибо за субтитры Спасибо за субтитры